Друзья, всем привет, с вами Яков. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как можно сбросить характеристики, а также навыки в Диабло 2. Да, вам не послышалось, в Диабло 2 действительно можно сбросить характеристики, а также навыки, и всё это можно сделать одним махом. Только эта процедура не такая быстрая, как в той же игре Диабло 3, где зашёл в игру, нажал в эту кнопочку, все характеристики сбросились, ты новый билл создал и играешь в новый булдом. Здесь этот процесс довольно-таки длительный. Чтобы сбросить характеристики, а также навыки, нам надо в кубе Харатрика создать такой предмет, как токен, ну или Power Up, называйте его как хотите. Но чтобы создать этот токен, нам надо ещё найти 4 ингредиента, но о которых мы поговорим чуть позже. Так вот, поиски этих ингредиентов занимает какое-никакое-то время. Но если ваш персонаж прокачан до 95 уровня, и допустим у вас есть предметы для нового персонажа, то прокачать нового персонажа до 95 уровня займёт гораздо больше времени, чем создать, допустим, новый токен. За час фарма в игре, в принципе, спокойно можно создать один токен, но прокачаться до 95 уровня, даже если вас будут таксовать, я думаю, займёт как минимум 2 дня. Так что в сегодняшнем видео я вам расскажу, как можно сбросить характеристики, а также навыки, тем самым, само собой, создав токен. Ну что ж, поехали. Итак, первый предмет, который нам с вами надо найти, это искрилённая эссенция страдания. Визуально она выглядит, как такая синеватая горстка пыли, а дропается эта эссенция из двух мест, точнее из двух монстров. Это два актовых босса, Андриэль, который мы можем найти в катакомбах 4 уровня, а также на боссе второго акта, Дуриэль, который находится в одной из гробниц Талараши. Так что мы поочередно направляемся, то в катакомбы 4 уровня убивать Андриэльку, то в гробниц Талараши, чтобы убивать Дуриэль. И из одного из боссов с определённой вероятностью, конечно, упадёт наша эссенция. Эссенция упала, мы её подбираем, ложим себе в сундучок и идём дальше. Если вам эссенция не упала, то, конечно же, не надо горчаться, несколько ранов сделаете, и она обязательно вам дропнет. Тут как-никак тоже действует правило рандома. Иногда бывает, и за 5 ранов эссенция не упадёт, а однажды я пробежал 2 рана, и из 2 ранов как раз-таки мне упала эссенция. То есть тут всё зашито на мизерной вероятности дропа. Ну естественно, если выбирать между этими двумя боссами, что Андриэль, что Дуриэль, то, конечно же, за эссенции выгоднее летать к Андриэльке, так как к ней самое быстрое можно и легко добраться. Теперь давайте разберёмся с нашей второй эссенцией. Вторая эссенция называется Заряжённая эссенция ненависти. Эта эссенция выглядит как Жёлтая горстка пыли. И как можно уже судить из названия, она как раз-таки выпадает из Владыки Ненависти. Конечно же, это Мефисто. Который, напоминаю, обитает в заточениях ненависти уровня третьего. В отличие от первой эссенции, эссенция ненависти выпадает только из Мефисто. И вероятность дропа эссенции ненависти абсолютно такая же, как вероятность дропа эссенции страдания. Так что я думаю, Владыка Ненависти и Мефисто где-нибудь из-за бега шестого, ну ладно, с десятого вам эссенцию да выкинет. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдёт. Третья эссенция, которую нам с вами надо найти, это Горящая эссенция Ужаса. И как вы думаете, из кого она падает? Конечно же, это Диабло. Самый главный и непосредственный Владыка Ужаса. И обитает он в святилище Хаоса, которое находится в четвёртом акте. А эта эссенция выглядит как уже красная, горстка пыли. И вероятность дропа у эссенции Ужаса абсолютно такая же, как у эссенции ненависти, а также эссенции страдания. А тактика наша здесь следующая. То есть мы быстренько открываем все пять алтарей, убиваем все три группы стражей, которые стерегут эти алтари, ну и быстренько бежим ломать рога Диабло. Но он вам в качестве награды как раз таки может и дропнуть эту эссенцию Ужаса. Самое главное это как можно быстрее добраться до этих алтарей, которые находятся в святилище Хаоса. Четвёртая, она же последняя эссенция, которую нам с вами надо найти, это гноящаяся эссенция разрушения. Выглядит эта эссенция как некая зеленоватая горстка пыли. И выпадает эта кучка пыли из Владыки Разрушения, это Баал. Который очень легко пародитирует Камень Мира, находясь в его покоях. А нам к нему надо добраться, во-первых, чтобы объяснить, что он не прав, сделав ему такое физическое замечание. Но после того, как он признает свою ошибку и испустит дух, то с определенной вероятностью он как раз таки и дропнет нам эту эссенцию разрушения. Которая как раз таки станет или последним артефактом, или последним пауэрапом, называйте Кахатиси, для создания как раз таки знака прощения. Он же токен. Шанс дропа эссенции разрушения абсолютно такой же, как и предыдущих трёх. Я бы сказал, что вероятность здесь практически такая же, как вероятность дропа ключей для Убер Квеста. То есть если вы бегали за ключами для Убер Боссов и знаете с какой вероятностью дропают эти ключи, то в принципе с такой же абсолютной вероятностью дропают как раз таки и эти эссенции. И значит есть конечно же вероятность, хотя она совсем мизерная, что вам дропнет не то что одна, а может даже две, а также три эссенции. И всё это конечно же за один ран и с одного босса. Так что загибайте пальцы и в путь к боссам. Но теперь когда в наших руках находятся все четыре эссенции от всех четырёх владык, мы уже непосредственно можем приступать к изготовлению знака прощения. Следующее, что нам понадобится по пути для создания токена, это конечно же характерический куб. И в этот куб мы как раз таки помещаем все наши четыре эссенции. Порядок расположения этих эссенций абсолютно не важен. Главное, что в кубе находились все четыре эссенции. Эссенция страдания, эссенция ненависти, эссенция ужаса, а также эссенция разрушения. И как только вы расположили все эти четыре эссенции в кубе, нажимаете превратить или преобразовать в кубе характерика, и вместо всех этих четырёх эссенций у вас в кубе появится знак прощения, он же токен. И все эти кучи забегов, которые мы с вами делали по различным боссам о разных актах, служили только одной цели, чтобы положить их все в четыре в куб, потом преобразовать и получить такой Т-образный артефакт. Но у этого маленького артефакта очень большая ценность. Но также для рыночной торговли, то есть мы его продать можем за довольно-таки высокую стоимость. Потому что как-никак для любого игрока, для раскачки нового персонажа, этот артефакт сэкономит очень большой промежуток времени. А сейчас как раз таки я вам попытаюсь продемонстрировать, как всё-таки же работает этот чудесный артефакт. То есть я выбил этих токенов несколько штук, но несколько, конечно, это мягко сказано. И поэтому двумя пожертвования для меня это не составляет никакого труда. Как видите, я уже одним сбросил свои все характеристики, а также навыки. И вот в моём древе умения ни один скилл не раскинут ни по одной графе. Сейчас я их все в абсолютно роддомном порядке раскидаю, что куда. То есть продемонстрировать сам тот факт, что я скиллы использую и они у меня кое-где применяются. Но мы все раскидывать не будем, нам раскидывать парочку, чтобы показать, что действительно они у меня были использованы. То есть изначально, как вы помните, у меня было задействовано 107 очков. То есть 107 очков навыков мы можем использовать для улучшения определённых умений. Ну вот в принципе осталось 72 очка для распределения навыков, но я думаю на этом можно и останавливаться. Теперь что нам требуется. Мы само собой берём наш знак прощения, вложим непосредственно его себе в инвентарь и по нему нажимаем правой кнопкой мыши. Он конечно же исчезает, а все наши очки характеристик, а также все наши очки навыков полностью обнуляются. И мы их можем в абсолютно свободном порядке распределять как нам угодно. То есть если мы где-то ошиблись и перекинули какой-нибудь скилл или какую-нибудь характеристическую в не тот слот, мы с помощью токена это можем исправить. Ну или создать абсолютно новый билд. Тут уже что каждой душе угодно. Так что посудите сами. Навид такой маленький незрачный артефакт, но выполняет такую огромную и самую главную полезную функцию. То есть к примеру, допустим вы играете за сорку. И у вас допустим уже собраны все вещи на огненную сорку, на солку, которая владеет молнией. Или допустим сорку, которая использует ледяные умения. И эти все допустим предметы находятся или у вас в сундуке, или на ваших мулах. Или допустим вы играете за сорку, которую использует зил, а также энергетический щит. То прокачивая всех этих персонажей до 95 или выше уровня это очень напряжное дело. А в записи с допустим несколькими десятками этих токенов, я думаю не составит никакого труда. Потому что как-никак мы все равно в Диабло 2 бегаем МФ раны. И под эти раны как раз таки попадают некоторые боссы. Так что если вы в вашем МФ ране скипаете какого-то определенного из боссов. Я думаю вам стоит потратить небольшой, но как-никак участок времени. И зачистить дополнительных боссов, чтобы малая с определенной вероятностью с него дропнула эссенция. Для создания как раз таки этого знака прощения. И в итоге если в вашем загашнике будет порядка десятков таких токенов. И у вас допустим есть уже две сорки, которые раскачаны допустим до 95 уровня. То вы в принципе можете играть свободно за любую сорку. Само собой при наличии всех приметов для ее. То есть сбросили и создали огненную сорку и поиграли допустим за огненную сорку в течении недели. В течении этой недели вы допустим еще набьете кучу этих токенов. Сбросили и создали сорку через зил. А если у вас конечно же найдутся еще лишние, то вы можете торговать и зарабатывать как-никак капитал в виде рум. На этом моменте я свое видео буду заканчивать. Я надеюсь оно было для вас полезным. Если кто-то начинает играть только в Диабло 2. Но кто играет уже в Диабло 2 и находил какие-то предметы, которые дропаются из боссов. И не знал что это такое. Так вот как раз таки вы теперь это знаете. Это эссенции которые нужны для создания токенов. Так что играйте продуктивно, не тратьте свое время. А я же с вами прощаюсь. Всем пока. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok